Нет, знакомых американцев много, но друзей, людей, которыми я общаюсь, очень мало. Потому что всё равно менталитет разный. На чемпионате мира 2008 в Квебеке наши хоккеисты впервые за 15 лет завоевали мировое золото. Эта победа вряд ли досталась бы нам без Ильи Ковальчука. Решающий матч, казалось, был уже проигран канадцам. Однако за 5 минут до финальной сирены Ковальчук сравнивает счёт. 4-4. А в дополнительное время точный бросок Ильи оказался золотым. В знойный американский штат Джорджия Илья Ковальчук прилетел из Твери в 2001 году. Ему только исполнилось 18 лет. И в Атланту он отправился один. Отец, который прежде повсюду сопровождал сына, на этот раз отказался лететь вместе с ним. Считал, что Илья ещё не дорос до НХЛ. Но сын доказал обратное. Он сразу стал самым заметным игроком в хоккейном клубе Атланта Трэшарс. Всегда хотелось домой. И первые, наверное, 3-4 года я после последнего свиска, как говорится, арбитра, я сразу собирал вещи и убегал отсюда. Ехал в Москву и скучал по друзьям, по родителям. После того, как он едет в Тверь, он уже с дороги занят. Мама, картошка с грибами будет, 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 будет. Фамилию Ковальчук американцы тут же сократили до короткого и удобного для них кофе. С этим Илья смирился очень быстро. Но вот отношения между людьми в Америке его коробят до сих пор. Пойдешь, шли в ресторан, ты плати за себя, я плачу за себя. У нас такого неприемлемого, правильно? Какой мужчина дадут заплатить за себя девушке? Там это... На коньки Илью поставил отец, Валерий Николаевич. Он приучил сына до изнеможения работать над хоккейными финтами и бросками. С 15 лет Илья по утрам тренировался в Твери, а к вечеру уезжал в Москву, играть за молодежную команду Спартака. Когда шайба у Ковальчука, то никто не знает, что будет происходить. Это просто загадка. И это всем, конечно, очень нравится. В Атланте Ковальчук играет под 17-м номером. В российской сборной под 71-м. В нашей сборной номер 17 навечно закреплен за легендарным хоккеистом Валерием Харламовым. Это кумир Ковальчука. Профессионалы обращают внимание. Илья, как когда-то и Валерий, способен взять игру на себя и предрешить исход любого матча. А если тебя сравнивают с самим Харламовым, значит, ты настоящая суперзвезда. Ковальчук – это просто супер. Я мечтала бы стать его подружкой. Ведь у него такие деньги. Через три года холостяцкой жизни в Америке Ковальчук решил, что женится только на русской. Николь наполовину литовка, наполовину русская. В 2003-м пела в группе Миров. Тогда же и познакомилась с Ильей. У них оказались общие друзья. Николь и сейчас поет. Душа, в машине, детям пою, маленькому сейчас, колыбельные пою перед сном, конечно. Илья с Николь обвенчались в Москве, в Новодевичьем монастыре. Славен Бог наш, всегда ныне присной, и вовеки веков. Да, но это случилось через три года, где-то после нашего знакомства, после рождения нашей дочери Каролины. И вы знаете, как-то никогда я не говорила, а когда это случится, давай поженимся. Я считаю, что мужчина сам должен к этому прийти. У меня мама с папой прожили вместе, я не знаю, по-моему, 30 или 35 лет. И у них была одна единая семья, наверное, поэтому они воспитали нас в том же ключе. Поэтому я знал, что если я делаю такой шаг, то я его должен сделать один раз в жизни и навсегда. Со временем Ковальчук становится только лучше и лучше. Он становится более взрослым, более ответственным. И то, что он женился, то, что у него дети, все это делает его человеком более зрелым. Папа, я не понимаю, а тут есть горька. Горька? Не горька, а горька. Папа. Скажи рэпку. Рэпку. У меня своя семья, у меня как бы свой маленький мир, это в Атланте, потому что я стараюсь как бы не распыляться и уделять как можно больше времени своей семье, жене, детям. Давай, гол забей. Ах, чуть-чуть. Подожди, подойди. Да. Вот ты молодец. Николь считает, что главное для жены хоккеиста – это умение терпеть и ждать. Зато потом встречи получаются особенно радостными. Привет! Как у вас дела, что? Хорошо? Чем-то занималась любовь. На чемпионате мира 2009 в Швейцарии, в финальном матче против канадцев, сборная России с огромным трудом вышла вперед в середине второго периода. 2-1. Удерживать такое мизерное преимущество оставшейся полматча практически нереально. Наша команда выдыхалась на глаза. И только Ковальчук почти не покидал ледовую площадку. Он буквально втащил сборную России на своих могучих плечах на высшую ступеньку Бьедестала. И потом в конце вот этот его жест, что он показал, он говорит, мам, я даже, я говорю, ты в этом году не так радовался. Он говорит, у меня не было сил, у меня даже не было сил радоваться. Этой красивой победы сына отец Ильи не увидел. В 2005-м Валерий Николаевич скончался от мучительного недуга. Ему не было и 60-ти. Илья и по сей день крайне тяжело воспринимает его смерть. Когда Илья начал заниматься, отец стал вести дневник. И вот то, что, так сказать, знаменитая фраза, которую сейчас часто упоминают, вот здесь как раз в начале дневника написано. Наша цель – сборная страны. Когда не стало отца, Илья предложил маме переехать к нему в Атланту. Но она отказалась наотрез. Почему я не хочу постоянно жить с ним? Не хочу я постоянно жить, потому что как бы у меня своя жизнь должна быть. Ну шо ж там. Этой Тверской поликлиникой она заведует уже 30 лет. Добирается на работу к 8 утра на трамвае. Хотя могла бы ездить на самом дорогом автомобиле. Пациенты и не догадываются, что она – мама миллионера русской суперзвезды из НХЛ Ильи Ковальчука. Своим достатком у Ковальчуков бахвалиться не принято.